Геннадий Николаевич Соколов И потому уже 22 июня 1941 года вместе с другими краснофлотцами приступил к обороне морских рубежей. Геннадий Николаевич запомнил начало войны еще и потому, что в тот день у него появилась младшая сестренка. В этот же день мать лежала в роддоме, а отца, поскольку война началась, сразу послали на передовую, упал диск под Таллином, на защитные сооружения. И эстонцы перестали разговаривать по-русски, сразу перешли на эстонский язык. Мать начала требовать, чтобы ее отпустили домой. Она потом объявила голодовку. И после этого пришел главврач и дал команду выписать ее. Семья Геннадия Соколова из-за этого чуть было не опоздала на эвакуацию. Ведь буквально в первые часы войны подальше от фронта стали вывозить семьи офицеров-моряков. Мама маленького Гены хотела разыскать мужа в штабе флота, однако там его не застало и пришлось вместе с детьми вернуться на квартиру и в спешке готовиться к эвакуации. Ну и матросы пришли, так, что берем, на столе как кофе стоял с чашками, скатерть четыре узла завязали, лови в машину все вещи, в узлы прям просто не связывали, кидали. Перед отправкой в Ленинград на квартиру попрощаться с родными зашел и отец. Однако взрослые не стали будить малышей. И так получилось, что своего отца Геннадию Николаевичу больше не довелось увидеть. С конца августа 41-го он будет числиться пропавшим без вести. Эвакуировалась семья последним рейсом из порта в Палдиске. Так Геннадий Николаевич Соколов оказался в Ленинграде. Уезжали в такой спешке, что его мама забыла взять с собой документы. При тогдашних условиях жизни в мирное-то время такое обстоятельство могло грозить неприятностями, а в военное так и подавно. Геннадий Николаевич говорит, что семье пришлось три недели жить у маминой подруги, пока в штабе Ленинградского фронта не прописали всю семью к маминым родителям в коммунальную квартиру на Васильевском острове. Тогда, летом 1941 года, ничто не предвещало роковых для жителей северной столицы событий. Работали заводы, действовал общественный транспорт, в магазины подвозились продукты. Единственное, что было необычного в распорядке городской жизни, так это постройка оборонительных рубежей на окраине города и установка зенитных орудий на ряде улиц Ленинграда. Однако уже к концу лета стало ясно, что сдержать фашистов не удастся. Город постепенно перешел на военное положение. Первые артобстрелы начались 4 сентября. Редактор субтитров А.Семкин 8 сентября солдаты группы армии «Север» захватили город Шлиссельбург, взяли под контроль исток Невы и блокировали Ленинград суши. С этого дня началась длившаяся 872 дня блокада города. Были разорваны все железнодорожные, речные и автомобильные коммуникации. Сообщение с Ленинградом теперь поддерживалось только по воздуху и Ладожскому озеру, так называемая дорога жизни. Катастрофическое продовольственное положение города стало ясным 12 сентября, когда были закончены проверка и учет всех съестных запасов. Продовольственные карточки были введены в Ленинграде 17 июля, то есть еще до блокады. Однако это было сделано лишь для того, чтобы навести порядок в снабжении. Город вступил в войну, имея обычный запас продуктов. Нормы отпуска продуктов по карточкам были первоначально высокие, и никакой нехватки продовольствия до начала блокады не было. Снижение норм выдачи продуктов впервые произошло 15 сентября, а в октябре жители города почувствовали на себе явную нехватку продовольствия, а в ноябре в Ленинграде начался настоящий голод. Геннадий Николаевич Соколов был в этот момент маленьким ребенком, и потому он признается, что в своей памяти сохранил лишь некоторые особо трагические эпизоды, а целую картину восстанавливал по рассказам мамы и бабушки. Что я помню из блокады? Помню, труп перешагивал по лестнице, мы жили на седьмом этаже, вот помню, перешагиваем труп, помню бомбоубежище набито полностью людей, там лампочка горит тусклая, вот такие эпизоды отдельные. Помню, как бабушка из лебеды и крапивы пекла лепешки на глицерине, вот до сих пор в глазах стоит, слюни текли, сейчас, наверное, не попробовала лепешку черного цвета такого, потому что хотел съесть. Несмотря на усиленные бомбежки, отсутствие электричества, водоснабжения, именно голод в осажденном трехмиллионном Ленинграде стал фактором, определяющим судьбу его жителей. Зима 41-го года пришла очень рано и выдалась по-настоящему суровой. Заморозки ударили еще в октябре, а в ноябре сначала были отмечены первые случаи потери сознания от голода на улицах и на работе, затем первые случаи смерти от истощения. И этими первыми жертвами голода, по словам Геннадия Соколова, стали мужчины. Смерть не обошла стороной и их семью. Первые месяцы войны снабжения в Питер, пока лед не встал, не было снабжения с большой землей, поэтому начались уменьшения нормы, до 125 грамм детям, работающим 250. И здесь первые начали ослабили мужчины, они все-таки там и физически на заводах работали. Вот дед у меня в 66 лет умер, работал до последнего, он не работал только неделю. Где-то за 3-4 дня он парализовал его, он говорить не мог, плакал только. Вот мы потом только узнали, что когда уже начали топить паркетом, что у него продукты были спрятаны, он поскольку не первый голод пережил, он под паркет в пол убрал продукты. У него там в бутылках было рис, там, крупа, песок сахарный. Когда паркетом стали потопить пол, там нашли продукты, нас это поддержало. И благодаря этим припасенным под паркетом дедушке маленького генопродуктом, семья смогла пережить самую страшную первую зиму блокады. А из-за сильного голода случались и жуткие случаи падения человеческого духа. На личной клетке напротив жила семья, там было 5 человек, родители и трое детей. Вот там, кто спасал родителей, свои последний кусок отдавали, а там они получили карточки и ушли, детей оставили. И когда вскрыли, вот дети грызли ботинки, лизались подоконники и умерли с голоду все вот трое. А родители бросили детей. Такие тоже случаи были. Не система, но такие были. И людоедство было, все было там, конечно. Хоронить умерших сил практически ни у кого не осталось. Отвезти тело покойного деда на кладбище помогли друзья-заводчане. Как вспоминает Геннадий Соколов, его погрузили на санки и повезли на Смоленское кладбище. Приехали, но хоронить у нас сил не было. Приехали его друзья, пришли с завода. Его в простыню завернули, на детских санках повезли. Мы жили на Васильском острове, там до Смоленского кладбища. Довезли его, здесь бомбежка началась, его там оставили. Там тоже была братская могила, как на Пискаревке, везде рвы просто были, туда трупы складывали. И потом солдаты приезжали, засыпали. Разные были случаи, но это, ну все было на пределах человеческих возможностей. И главное, что вот в этот период, во-первых, до последнего верили, что мы победим. Вот не было такого уныния. Вот кто были, были предатели, были, которые и к нам приходили домой, и спрашивали, есть ли золотые вещи. Скупали, кто-то жил, меняли у них и хлеб, все было у них. То есть скупали золото, скупали ценные вещи, и были такие. Ну, в основной массе жили и боролись. Боролись вместе с другими и семья Геннадия Соколова. Вместе с детьми со двора с приходом весны он ходил, собирал лебеду, крапиву и другие пригодные для еды дикорастущие травы. Потом была эвакуация в авиагородок под Красноярском, где дядя работал на авиаремонтном заводе. Именно там и встретили День Победы. А затем семья переехала в Сызрань. Там Геннадий Соколов начал активно заниматься туризмом и вместе с командой Куйбышевской области участвовал во всесоюзном слете юных туристов, проходившем на Урале. А затем он переехал в Рязань, где с отличием окончил станкостроительный технику. После армии женился и устроился на конденсаторный завод. А дальше пошел по партийной линии. А затем в начале 70-х годов стал инструктором в обкоме партии, где курировал промышленность области. Всего 16 отраслей. Много сделал Геннадий Николаевич для сохранения народных промыслов. Я с гордостью говорю, что сейчас вот у нас в Кадаме у нас одна Шубакова оставалась, кружевница. Мы набрали молодежь, 25 человек обучили кружевоплетению. Предприятие до сих пор живет. И хоть осталось опять 8, но сейчас опять учат молодежь. Снова сохранили промысел. И до сих пор Геннадий Соколов возглавляет Ассоциацию художественных промыслов Рязанской области. Дружусь со своими предприятиями. Вот в этом году наша область каждый год участвует. У нас есть ладья такая в Москве, выставка ежегодная художественных промыслов России, где в этом году участвовало, ой, да, будет, в общем, что-то, по-моему, 79 областей. И там около 280 предприятий художественных промыслов. Мы заняли первое место, как всегда. Мы почти иногда первое, второе, третье места занимает наша область по художественным промыслам. Вот так же наши предприятия завоевали 8 или 9 дипломов первых. Первых завоевали на высых художественных промыслов. Так что вот это я пытаюсь сохранить, вот эти промыслы. Сохранение народной культуры, традиций и обычаев Геннадий Николаевич считает важнейшей государственной задачей. Помимо этого он ведет сейчас в юбилейный год 70-летия победы в Великой Отечественной войне большую общественную деятельность, так как возглавляет региональное общество жителей блокадного Ленинграда. Вместе с ветеранами посещает рязанские школы и рассказывает молодежи о пережитых событиях в жизни. Впрочем, не все сейчас благополучно, считает Геннадий Соколов. Молодежь мало интересуется своей историей. Но это общая беда, и Россия тоже касается. Мы стали меньше читать. Меньше читать, меньше помнить свою историю. Поэтому сейчас растет новое поколение. Вот какой-то период мы потеряли в этом. Почему? Сейчас вот возмущается опять литература, опять... Ну, доходит ведь до парадоксов, что в Рязани, в детских садах, начинают отмечать праздник Хэллоуина. Это же идиотство уже, это полное. То есть таких воспитателей надо просто снимать с работы. Мы потеряли свою историю, свои сказки, свои фильмы. Идет насаждение чуждого нам веяния. Однако Геннадий Николаевич Соколов не отчаивается. Он сейчас собирает воспоминания блокадников, чтобы ко дню победы выпустить дополненное издание книги «Жить и помнить». В книге собраны воспоминания тех людей, которые пережили страшные испытания и остались живы. Один из таких людей – Геннадий Николаевич Соколов. Геннадий Николаевич Соколов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok